Добрый день, меня зовут Михаил Паршин, я генеральный директор российского офиса China Campus Network, консорциума 37 ведущих вузов Китая со штаб-квартирой в Шанхае. Интерес к обучению в Китае набирает обороты и к нам приходит все больше и больше вопросов, поэтому мы вводим рубрику вопрос-ответ в наших социальных сетях. И сегодня мы разберем 5 самых частых вопросов об образовании в Китае. Ну что, начнем. Можно ли поступить в китайские вузы после российского колледжа дипломом среднего специального образования? Короткий ответ, да, можно. После российского колледжа можно поступить в китайские вузы. Здесь главное требование, чтобы ваша успеваемость была не ниже 3,5 баллов, а для того, чтобы претендовать на гранты, она, конечно, должна быть еще выше. Как выглядит экзамен на IFP International Foundation Program от China Campus Network. Итак, в конце нашей предвузской подготовки вы задаете наши внутренние экзамены. В первую очередь это экзамен по китайскому языку, который включает в себя как общий китайский, так и китайский для академических целей. Помимо этого вы задаете предметный китайский язык с вашей предметной терминологией. Помимо китайского языка вы задаете экзамены по профильным предметам вашего направления. Для бизнес направления это математика и экономика, для технического направления это математика и физика, для гуманитарного это китайская литература и китайский для гуманитарного направления. Важно также понимать, что влияют не только итоговые экзамены, но и ваша текущая успеваемость на протяжении всей предвузской подготовки и ваша Она также крайне важна и учитывается при подсчете итоговых баллов и вашем дальнейшем зачислении, получении грантов на бакалавриат и магистратуру. Кстати, на канале China Campus Network мы выкладываем много полезных и интересных видео об образовании в Китае. В частности, мы публикуем разборы университетов и делимся полезной информацией о том, как поступить в китайские вузы. Подписывайтесь. Как поступить к нам на предвузовскую подготовку? Итак, для того, чтобы поступить на предвузовскую подготовку, вы должны получить одобрение приемной комиссии. Для этого вы подаете три документа. Во-первых, справку об успеваемости. Так как поступаете на предвузовскую подготовку, вы еще не закончив ваше текущее учебное заведение, то диплом или аттестат вы доносите позднее, а в текущий момент нужна именно справка об успеваемости. Второй документ. Характеристика от руководителя учебного заведения или от преподавателя, от классного руководителя. Третий документ. Мотивационное письмо, где вы рассказываете, почему для вас важно учиться именно в Китае. После этого приемная комиссия рассматривает эти документы и принимает решение о вашем зачислении, либо об отказе в зачислении, а также для особо талантливых и успешных абитурентов у нас есть предварительное бронирование грантов. Как поступить после 9 класса? К нам часто приходят запросы о том, как после 9 класса поступить в колледже Китая. К сожалению, китайские колледжи имеют достаточно посредственное качество образования, поэтому мы не рекомендуем туда поступать и сами туда не зачисляем. Но если вы уже после 9 класса хотите целенаправленно идти к обучению в Китае, то у нас есть профильные классы в Москве и Санкт-Петербурге на базе ведущих школ этих городов, куда, кстати, поступают ребята со всей России. В этих классах вы будете учить интенсивно китайский язык и по итогу сможете поступить в топовые вузы, получить гранты и так далее. Набор в эти классы идет в 8-9 классе, а обучение идет с 10-11 класса. Ссылка будет в описании с более подробной информацией о наших профильных классах. Есть ли трудоустройство после обучения? На последних курсах вуза непосредственно сам университет отбирает успешных студентов, то есть тех, у кого хорошая успеваемость, кто активно себя проявляет на стажировках и прочих активностях, таких как ярмарки вакансий, соединяет вас с компаниями-работодателями и компания уже может предложить вам стажировку либо сразу трудоустройство. При этом мы China Campus Network от себя трудоустройство не гарантируем и не можем гарантировать. Здесь все в руках студента уже. Хочу еще отметить два момента. Во-первых, по окончанию обучения в вузе вы получаете диплом, который признается в 55 странах мира, включая Европу и Россию. А также по нашей практике большинство ребят после обучения остаются жить и работать в Китае. Вот мы и ответили на одни из самых частых вопросов об образовании в Китае. Если вопросы у вас остались, то пишите их в комментарии, мы обязательно ответим. А скорее всего даже снимем новые видео, где их разберем. Если вы заинтересованы в обучении в Китае, в получении гранта на обучение в ведущие вузы Китая, то оставляйте заявку на консультацию с экспертами China Campus Network по ссылке. И до новых встреч!